Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы отправляемся с вами в мини-путешествие в театральную жизнь. Причём не просто в театральную жизнь, а в такой, наверное, стопроцентный театр, потому что речь пойдёт о театре «Кукол». Это когда ты не только сам переживаешь что-либо, но ещё пытаешься одушевить неодушевлённые предметы. И это, возможно, такое волшебство. И занимаются этим волшебством наши сегодняшние гости. Причём их у нас будет трое, но актриса третья появится во второй части. А в первой мы приветствуем Елену Петровну Полюляк, это главный режиссёр театра «Люберецкого театра «Кукол» и Андрей Семёнов, актёр театра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я правильно говорю, что да, это такое одушевление, ну, в общем-то, что-то неживое вдруг становится живым? Ну, абсолютно правильно, потому что у нас не только куклы, которые изображают из себя каких-то персонажей, но есть даже предметы, да, которые... Говорящие и поющие. Говорящие и поющие, танцующие, да, и всё это может летать, шевелиться. И абсолютнейшая магия. Ну, а вот что проще-то, актёр, когда играет просто себя, ну, маску, да, условно, надевает, или когда ты рядом с тобой, там, Ростоваев, кукла, или перчаточная кукла, или, опять же, вот, как вы говорите, какой-то предмет, что проще или что более похоже на искусство, если можно так выразиться? Ну, всё это искусство, но получается, что у нас же в театре есть не только актёры-кукольники, но и актёры-драматические. Вот как раз у нас в этом году был такой эксперимент, вот спектакль «Шанель», и актёр, у нас там актёр драматический, и синтезе с актёром-кукловодом. И как раз-таки драматическому было сложно переключиться на куклу, потому что ему хотелось самому всё, да, самому проиграть эту ситуацию. Делить надо с кем-то. Да, абсолютно, абсолютно. Поэтому тут, видите, всё индивидуально. Мне кажется, даже про это может, наверное, больше Андрей сказать. Ну да, мы сейчас Андрея подключаем, потому что Андрей как раз актёр театра, и, как мы выяснили, он у нас учился этому, скажем, этой профессии в Нижнем Новгороде, да, правильно? А там как это называется? Театральный, да, какой-то специализированный? В Нижегородское театральное училище, да. А почему вы пошли на актёры театра кукол? Не было места, что ли, на обычном? Ну, так получилось, что это не было таким призванием. Но я пошёл туда не без помощи моего брата, который тоже пошёл по актёрской линии, скажем так. А вы по его стопам, так сказать? Да, 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 да. И я пришёл туда, и почему-то, ну, как всегда, я не знаю, почему-то, мне кажется, театр кукол не такой популярный. Это и есть такое ощущение. Вот, и я пришёл, естественно, я хочу на драму, всё, возьмите меня. Ну, как оказалось, там было в этот год набирали только на кукольное отделение. То есть я угадал. Да, но, тем не менее, мне хватило одного года для того, чтобы понять, что, ну, я оказался не просто так на этом отделении. И что это важно для меня и нужно. И это даже лучше, чем если бы я поступил на драматическое отделение. Ну, вот тоже такое же продолжение этой темы. А одно дело, вы бы за себя только отвечали, ну, как говорится, лицом, телом, я уже не знаю, там, глазами. Мы же можем их выпучить, там, или ещё что-то, или слезу дать. Ну, всё, всё, что нам режиссёр скажет, за деньги тем более, да, мы сделаем. Вот. А другое дело, когда у тебя есть ещё некий посредник между твоим актёрским мастерством и зрителем. Вот насколько это сложнее или проще для вас? Ну, лично для меня, мне кажется, это будет проще, именно работа с куклой. Потому что, ну, я как бы с детства такой человек, который, ну, грубо скажем, люблю дурака валять. И мне это, на самом деле, помогает очень сильно при работе с куклой, когда выстраиваю роль. Потому что с ней можно поиграть, повеселиться что-то, и в процессе импровизации можно что-то выявить, что-то, какие-то некоторые черты характера, который вот собирается у куклы. Вот. И для меня это, ну, как-то намного проще. И как-то себя в плане, как драматические артисты, себя сейчас, сейчас на данный момент не очень хорошо. То есть правильно я понимаю, что вы как бы, это ваша трибуна, кукла, то есть через неё идёте вы. Да. Она ваша такая, глашатая такая. Вот, Елена Петровна, а где вы актёров берёте? Ну, устраиваем кастинги, прослушивания, конечно. Все же драматические, наверное, идут. Ну, давайте я вас спокойно поработаю. Нет, вот идут. Как раз у нас в этом году и пришли драматические, и пришлось обучать. И были сложности, естественно, когда человек переходит. Забывает про куклу. Забывает про куклу, да. Она начинает, как это у нас говорят, хлопотать лицом, вот, в большей степени. Сильно хлопочет, хлопотливый. Да, 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 или всё, кукла засыпает, а он начинает уже весь сам играть. Но я как раз бы хотела сказать, что Андрей-то на самом деле скромничает, потому что у него прекрасно получаются и драматические роли, потому что у нас есть спектакли, где... Соединено, да? Да, соединено, там есть так называемый живой план. Поэтому если бы вы посмотрели эти спектакли, это смотреть одно удовольствие. Ну, кстати, у меня будет два сегодня таких кинопремьера, чтобы для понимания. Первый, это же сейчас очень популярно, да, мультяшные герои с такими, те же кукольные герои с такими и так далее. То есть это такой жанр. Видимо, режиссёру вы, как профессионала, иногда вот так проще сделать. Потому что же у кота как-то его не... Кота же ты не сможешь, да, кошка гуляет сама по себе. А так ты его нарисовал, вроде как кот. Тем более сейчас технологии позволяют, да, гибкости. И человек забывает про то, что это кукла. И вот тут вопрос к Андрею. А вы чувствуете зал, когда он... Ну, ведь зал же всё-таки приходит, он понимает, что это куклы. Особенно, конечно, детский зритель. Это куклы. Кто-то там за ними и так далее. Когда вы понимаете, что проходят моменты, они уже на куклу реагируют, а не на вас, как на человека, который ею руководит. Есть такое ощущение? Или это трудно так? Ну, на самом деле, когда у нас, допустим, начинается спектакль, вот самое начало, допустим, у нас вот есть замечательный спектакль, очень мне нравится «Снежная королева». У нас самое начало начинается там с небольшого повествования. и там сразу чувствуешь, что тишина в зале полнейшая. Или там, например... Народ готовится к празднику, да? Да, то есть это сразу такая, получается, атмосфера, которая детей втягивает сразу же. И они, мне кажется, с большим удовольствием наблюдают за куклами и как-то... Но детям-то проще, да? А вот папы, мамы же там тоже находятся? Или они просто тихонечко молчат? А потом тоже... Потому что мы же знаем все «Снежную королеву». Вот в чем проблема. Когда ты ставишь то, что никто не знал, или, например, так ставишь, что люди не соображают, а где что-то «Снежная король». Ну, такие варианты. Что же есть у нас? Прочтение, как это говорится. Вот, то есть, собственно говоря, все-таки рассчитывают, что волшебство кукол будет заранее. Зритель все-таки отдает вам право такое, что вы давайте нас куклами веселите. А вот в режиссуре, когда вы выстраиваете тоже, наверное, существ... Ну, мы же знаем еще энергетика, потому что, когда из живая энергетика, любой человек выходит, что-то отдает. И, как правило, почему актеры такие все немножко... Ух! Я даже не знаю, как сейчас слово какое подобрать. Отрицательные все идут. На самом деле это не так, но они получают больше, то есть они отдают. Вот сил нет, вот он выходит, у него уже ничего не осталось. На самом деле, сколько получают? А тут энергетика через куклу идет. И через куклу, и через голос, прежде всего. Потому что, как у нас говорят... Ну, когда я смотрю работы, я говорю, кукла не жила. И вот это вот главный такой показатель. Я говорю, молодец, кукла жила. Кукла была живая. И когда вот ты сидишь, и в процессе репетиции понимаешь, что да, кукла ожила, и ты сам сидишь, превращаешься в ребенка и наблюдаешь за куклой, тогда, значит, работа сделана качественно. То есть ты забываешь о том, что за ней стоит человек. Абсолютно. Ну, собственно говоря, как в жизни, как в наших вообще, если кукловод работает правильно, то ниточки никто не видит. Ему кажется, что так на самом деле, а кто-то сверху... И, кстати, людям очень нравится, когда они не могут это объяснить. Им почему-то кажется, что кто-то этим процессом руководит, да, вплоть до политических каких-то вещей. Кстати, вот такой вопрос Андрею, может быть, он покажется вам странным, но я обещал второй киношный вопрос. Вот смотрите, как много фильмов, особенно фильмов ужасов, которые связаны с куклами. Как правило, этот фильм начинается, то ли в куклу там что-то вставляют, то ли кукла оживает, глаза у нее. Почему этот кукольный образ так режиссерами востребован? Ведь там, наверное, тоже заложена тема, что нечто неживое становится живым, но не очень хорошим. Вы не сталкивались? То есть, может быть, так неожиданно зашел, но вот я сейчас подумал, что очень много таких фильмов, и там почему-то все куклы. Вот именно в детективах всяких это присутствие в ужасе. Да, я согласен, но... Или вы добрыми куклами занимаетесь? Ну, мы в основном занимаемся добрыми, конечно. Но используют, значит, все-таки люди как-то... Даже если у тебя театр, людям нужна, через куклу что-то происходит. Игрушки, кстати, мы же все через игрушки проходим. Любимый медведь, любимая кукла. Ну, вот идолы, это было идол поклончества, да, это же тоже своего рода были куклы, и человек вкладывал, как бы одушевлял предмет. Да, душа была, да. Была душа, вот так называемая. И, соответственно, вот я хочу даже такой пример привести. Дома со своим ребенком я играла, и вот через куклу... Ну, и она так раз ее... И я... Она меня обидела. И сама же через куклу начала себе жаловаться. И у меня ребенок, он все просто... Вот как бы она включилась в это состояние. Говорит, мам, мне страшно, не надо. И она поняла, что вот это действительно живой персонаж, и уже не надо обижать. Вот получается, что мы пришли к интересному выводу, да, мы даже, видите, еще в второй части, вот я надеюсь, мы что-то посмотрим и увидим, мы увидели, что кукла – это не так просто, что кукла – это какой-то человеческий сгусток чего-то, что мы в нее вкладываем, и где-то мы хотим сделать лучше, чем мы есть на самом деле, а где-то, наоборот, кто-то пытается ложить, как и в жизни, да, в человека. То есть некий такой способ. Елена Петровна, немножко о театре, мы подходим к финалу первой части, а потом на ваше место придет, я так понимаю, актриса, а административные вопросы мы не решили. Как вообще работает театр? Я так понимаю, у вас как бы два подразделения, да? Да, с этого года, ну, точнее, вот уже вот с 2022... Да, уже... В 2022 году? Да, в 2022 году. Ну, второе помещение у нас открылось, именно вот Ливерецкий театр кукол. До этого мы были в Томилино, и этот театр называется Театр кукол «Радуга». То есть как бы два театра теперь? Теперь у нас как бы два театра, и мы стараемся и там зрителей не забывать, и здесь. Поэтому там у нас пока остались субботы, мы там играем по субботам, и здесь играем в пятницу вечером и в воскресенье. Остальные дни репетиционные. В основном, конечно, детский, да, репертуар? В основном, ну, мы с этого, точнее, опять же, с 2022 года у нас появился спектакль «Шанель». Это уже 12+. Ну, это хорошая тема, я думаю, что потихонечку можно, да? Мы будем продолжать в этом направлении двигаться, потому что у нас в планах, ну, пока не буду раскрывать, но в планах классики. Пока мы идем на программу «Пушкинская карта», чтобы у нас была школьная программа для старшеклассников, и в дальнейшем, я думаю, у нас появятся вечерние спектакли для взрослых. Ну, это будет здорово, потому что, еще раз говорю, если внимательно подумать, вы правильно говорили, что кукла вроде бы непопулярна, но если правильно все преподнести, то все будет на месте, все будет хорошо. Елена Петровна, спасибо вам большое. Напомню, что мы с Еленой Петровной по люляк сейчас попрощаемся. Будет только у нас актер и актриса, а актриса к нам подойдет через паузу. Это главный режиссер театра, Люберецкого театра «Кукол». И пожелать вам удачи. Я так понимаю, что передача наша небольшая, мы только вот, вас там меняются и так далее, давайте приходите к нам, когда вы секреты начнете раскрывать, мы о них тогда расскажем. Спасибо вам большое. Ну, а мы делаем небольшую паузу. Это программа «Открытый диалог». Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях актеры Люберецкого областного театра «Кукол». Елена Петровна по люляк, главный режиссер, сейчас наблюдает за нами со стороны и внимательно следит за своими актерами. Кстати, Наталья Жваева к нам присоединилась, актриса, и по-прежнему с нами Андрей Семенов. Наташа, вам вопрос, так как вы вливаетесь в наш телевизионный коллектив, а режиссер-то у вас как? Как вообще? Он с кем разговаривает? Он с вами разговаривает или с куклами? С кем он договаривается? Он договаривается с актером, потому что актер все-таки ведет куклу. И нужно давать четкие инструкции актеру по ведению куклы. Актеру не всегда видно, потому что у нас есть спектакль, где, например, вот мы тут принесли куклу к вам в гости. Это не просто так, ждите рояль в кустах, да. Да, из спектакля «Волшебник изумрудного города». И в этом спектакле у нас есть сцена, где нам приходится очень близко стоять друг к другу, и мы не всегда видим, как расположена наша кукла. И актер нам дает инструкции, как ее повернуть, развернуть, чтобы мы не толпили, чтобы всех кукол было очень хорошо видно. Поэтому взгляд режиссера со стороны очень важен для актера-кукольника. Андрей, скажите, пожалуйста, а бывает так, что кукла сыграла лучше, чем актер? Что кукла тянет актера за собой, а актер успевает. Правда, философский вопрос получился? Да, такой нестандартный. Ну, ваша же может быть, например, вот смотрите, может у актера быть плохое настроение, да, что-то произошло, что-то изменяет, очень трудно. Ну, кстати, для хорошего актера, как правило, когда что-то плохое, у него улучшается как бы игровая, ну, то есть на противоходе. Ну, по крайней мере, так из своей практики я вспоминаю. Вот. Но тем не менее, я почему задаю этот вопрос, потому что ведь все-таки вы же уже не один, вы уже с куклой, вас двое, как минимум. Кто кого тянет за уши в такой ситуации? Я думаю, такое-то работа сообща, потому что, ну, как бы актер и кукла – это такой… Симбилус? Да, такой что-то вместе, неразлучное такое, потому что как только актер перестает там… Отключается от куклы, да. Да, вот бывает, что прям вот сантиметр, миллиметр, там неправильный поворот головы, и все, и кукла сразу, по ней видно, что она становится мертвая. То есть у нее все, у нее потерянный взгляд, она вся кривая, косая стоит, а казалось бы, вот одна секунда, поэтому… То есть отключаться нельзя? Вообще никак. Это как аппарат вот как до обязательного этого искусственного дыхания, да, то есть если ты выключишь, то все. Это очень такой важный момент, но мне почему-то кажется, что, наверное, все-таки, когда вот настроение меняется, кукла вам в какой-то степени должна помочь, потому что, ну, работа и с работы – это раз, а во-вторых, вы же знаете, как она умеет, ну, в лучшие, скажем так, ну, спектакли, что же разно бывает, где-то не пошло и так далее. Вот лучший спектакль есть некий, почему вот мы говорили с вашим режиссером, да, что ведь всегда наверняка можно в любом, значит, спектакле найти какие-то моменты, где что-то пошло не так, или наоборот, о-о-о, давайте вот это мы оставим, закрепим и так далее. Вот теперь, Наташа, к вам вопрос. Одно дело, когда сам человек с куклой, ну, монолог, ну, наверное, любого даже драматического актера можно постепенно обучить, но только он один должен быть, да, чтобы… Вот, а когда вот вы говорите, вас близко, еще идет диалог и так далее, это получается, аж с четырьмя нужно договориться – с собой, с человеком, с твоим партнером и с двумя куклами договориться. Как это происходит, этот симбиоз творческий? На самом деле, я хотела бы еще дополнить предыдущий вопрос про… Кто лучше играет, куклы или… Нет, вы задавали вопрос про кукол в кино, что их используют. Вот у куклы, как мне кажется, действительно есть какая-то душа. Я вот сама делаю кукол, и иногда кажется, вот ты ее делаешь, смотришь, и прям как будто глаза уже живые. А давайте, можно я прикоснусь к великому, просто покажу, вы мне рассказывали, вот эта кукла, сейчас нам Денис, наш оператор, покажу, ой, да я даже, слушайте, я сейчас начну обучение прямо здесь. Ой, только у меня руки немножко после праздника наших получают. А пальцы сюда, да, надо вставить? Ой, как здорово, извините, что… Одну руку мизинец, другую – большой палец. А, я большой как-то ставлю, а, мизинец, мизинец сюда? Да, мизинец, а в другую – большой палец. Серьезно? И палочка должна быть вот между пальцами. О, кажется, я… О! О, видите, у меня уже все, сейчас в театр пойду работать. Вот смотрите, вот уже, ох, у меня какая-то такая, какая-то недетская получается. Вот, и так, вы делаете сами куклу и вкладываете душу. Да, и душа в куклу вкладывается уже в процессе создания. И я смотрю на куклу, и прямо я вижу, что это живой человек. И актер-кукольник просто добавляет в нее дыхание, ну, как бы оживляет вот эту душу. И когда я беру куклу, я иногда чувствую, что у куклы тоже есть свое настроение. То есть не только актер приходит на спектакль в каком-то настроении, самочувствии. Ну, я не знаю, как другие мои коллеги согласятся со мной или нет. Но иногда я беру куклу и чувствую, что у нее нет сегодня настроения играть. И она начинает… То есть не хочет на работу. У нас, например, вот Андрей упоминал спектакль «Снежная королева». Да, у нас там задействованы марионетки. И то есть я беру вагу, это устройство, с помощью которого марионетка управляется. И, например, она начинает мне выпадать, скользить. То есть изначально я чувствую куклу, когда я ее беру, и уже понимаю, как у меня пойдет спектакль. Бывают такие случаи. С ума сойти. Но я вам должен сказать, что… Вот смотришь, прям живое лицо. Да, это очень хороший художник. Ну, конечно, голос мой никак не подойдет. Хотя, если поработать можно. Вы еще сегодня поработаете. Так что, пожалуйста, возвращайтесь. Да-да-да-да-да. Скажите, вот вы говорите, вы делаете сами кукол. И как долго этот процесс идет? Ну, понятно, что там технически, да, то, что вы сказали, теперь буду знать. Вот, это какой-то специальный заказ вы как-то обсуждаете это или это только вы делаете? Нет, это я делаю просто кукол для себя. Для себя. Но вообще все… Кто делает вообще куклы, да? Актеры, кукольники, они проходят курс по созданию кукол. То есть это входит в программу обучения. Это интересно. Ну, не какие-то сложные, но какие-то основы. То есть, например, как вот эта перчаточная кукла, она считается довольно-таки простой. И актер, кукловод может сделать такую куклу сам. Если, например, появилась новая фигура, новая кукла, вы как? Сами репетируете? И ее как-то, его репетируете? Или как-то вместе сразу? Кто быстрее становится актером? Когда только еще не начали с куклы репетировать, и она вот только-только пришла, это сразу появляется интерес. Какая ее, надо ее со всех сторон пощупать, как с ней будет удобно ли работать, какие-то нюансы, вот. И, конечно же, сразу смотришь на маску. То есть, и пытаешься сразу, потому что, ну, мне это интересно, вот. Я хочу этим заниматься, мне интересно куклу сама, вот. И я сразу ее вижу и пытаюсь, смотря ей в лицо, попытаться, ну, еще, кроме того, как мы обсуждаем, допустим, с режиссером, какой у нее, может быть, характер и так далее, ты пытаешься сам уже сразу, как бы... Дополнительные какие-то, да, такие штришки. Да, и сразу становится интересно, и ты пытаешься менять голос, как она может ходить, двигаться, то есть сразу начинаешь все это придумать, и ты начинаешь немного, ну, как бы кипеть все это, и это вот потом все это выливается в какую-то... Вам необходимо в это неодушевленное, даже не существующее, вообще во что-то, в ничто, в хорошем смысле слова, да, сразу вложить целую жизнь. То есть все привычки, традиции, не знаю, там, как он кашляет, как он говорит, как у него голова поворачивает, как-то такое движение какое-то, да, это целая такая история, в общем-то, гораздо, мне кажется, больше, чем только для драматического актера, где ты только своим телом работаешь. Такой еще вопрос. Наташа, а снятся куклы-то? Снятся спектакли? Конечно, снятся, как мне кажется. Она разговаривает с вами? Вообще любому актеру снится его работа, мне снится моя работа. Говорят вам что-то, что ты не так сделала, или наоборот, это было великолепно? Нет, такого пока не было. Я просто вижу себя во сне как бы со стороны. Что вот я играю в спектакле с куклами? Ну, давайте, так как вы понимаете, рояль в кустах у нас есть. Две куклы, которые участвуют в каком спектакле? Волшебник изумрудного города. Волшебник изумрудного города. Да, мы сейчас такую полуимпровизированную возможность вам даем. Ну, давайте нам фрагментик сделайте, а мы посмотрим. Через секунду кукла живут, так что я молчу, а вы как готовы будете, скажите мне, и я дам команду. Мне кажется, они уже как-то начинают дышать. Прошу. Так, 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 так. Что происходит? Погодите. Кажется, кто-то идет ко мне в замок. Так, так. Какие-то неизвестные иностранцы Ну, сейчас они меня попляшут Ой, где это я оказалась? А-а-а! Попалась! Иди ко мне! Так-так-так-так! Ну-ка, говори, кто ты такая! Нет! О! А-а-а! Откуда у тебя эти пушмачки, девочка? Ну-ка, скажи-ка мне! Не скажу! А-а-а! Ах ты противная девчонка! Так, не будешь говорить! Нет! Значит так, тогда будешь мыть полы в моем замке до скончания своего века! Нет! 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 Да не буду я мыть эти полы! Вот! О! Ах так! Ну ладно! Ну! Эх! 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 Спасибо тебе большое! Пожалуйста! Прощай! Противная! Эх! 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 Вот мне даже сейчас показалось, что черты лица у вас даже как-то совпадают с этими. На самом деле есть такое. Раньше, когда делали кукол, делали их несколько под каждого актёра. То есть если вы посмотрите, например, знаменитый спектакль, который идёт в театре Образцова, необыкновенный концерт, то у каждой куклы, раньше так было, вернее, у каждого актёра своя кукла с похожими чертами. Понятно. Скажите, а можно вашего героя мне передать, если позволите? Нет, нет, просто да-да-да-да. Мы просто, ну раз у нас такая нестандартная, вы позволите, мы с ним будем завершать программу. Тут всё то же самое, да? Да. Смотрите, он какой-то такой становится ещё злее, чем у вас. Я не знаю почему. Я вроде так, тихо-тихо-тихо. Мне просто в кино всё время роли мерзавцев, вот, как так, ага, и между пальцами, да, как-то вот так должно быть. Так, ага, вот. Ух ты какое! Вот, я хочу представить вам наших сегодняшних гостей. Ну, во-первых, в первой части у нас была Елена Петровна Полюляк, главный режиссёр театра, Люберецкого театра «Кукол», Андрей Семёнов, актёр театра, и Наталья Жваева, актрис этого театра. Большое вам спасибо, вам успехов в этом году. Ну и мы прощаемся с нашим вместе героем, как бы он закончил. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Ведите себя хорошо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова